Привет! Меня зовут Игорь Гранщиков и в Авито я руковожу разработкой Авито недвижимости. Кроме этого, я провожу, наверное, более сотни интервью-менеджеров в год. И интервью-менеджеров у нас обычно состоит из трех важных этапов. Обычно это технические секции, которые могут отличаться в зависимости от позиции, на которую смотрим кандидата. Это структурированное интервью по компетенциям, которое у нас называется оценка опыта, где мы говорим про прошлый менеджерский опыт кандидата. И финальная секция — это кейс-интервью, где мы оцениваем потенциал кандидата применительно к позиции, на которую кандидата смотрим. Кейсы сдизайнены таким образом, что не предполагают какого-то единственно правильного решения, а предполагают множество решений. И поэтому сегодняшнее публичное кейс-интервью, его задача — это продемонстрировать процесс, как проходит финал, но не показать, не сделать методическую о том, как готовиться к кейс-интервью. По правилам мы заранее отправляем кандидату кейс, то есть у него есть возможность в него погрузиться, проанализировать, подготовиться. Цель сегодняшней встречи — это кандидату продемонстрировать свое решение, а нам, с нашей стороны, ему поздавать какие-то вопросы. — Андрей, привет. — Привет, Андрей. — Привет, Андрей. — Привет, ребята. Спасибо, что позвали. — Спасибо тебе, что согласился на этот необычный эксперимент. Давай мы несколько слов расскажем о себе, чтобы всем было сегодня комфортно, и начнем с Игорем. — Меня зовут Игорь Грянщиков. Я руковожу разработкой авит-недвижимости, и по условиям сегодняшнего кейса мы ищем руководителя, технического руководителя кластера в кластер новостроек, и об этом, собственно, сегодняшний кейс у нас и есть. — Меня зовут Екатерина Загубенова. Я руковожу наймом топов в авито продакт-недехе и сорсинг-центром. Я сегодня буду помогать ребятам оценивать тебя как менеджера, задавать вопросы про организационный сетап, который ты придумал, и помогу тебе в конце ответить на вопросы к нашей команде. — Меня зовут Артур Щеглов. Я директор по разработке вертикали авто. Я помогу ребятам составить у тебя второе мнение, чтобы максимально объективно оценить тебя как кандидата. — Будет здорово, если ты нам тоже расскажешь пару слов о себе. — Да. Меня зовут Андрей Смирнов. Я руковожу в ExpertTech клиентской разработкой. Это примерно больше двух сотен человек фронтендеров и мобильных разработчиков. Это уже такая верхнеуровневая people-менеджерская позиция. То есть у меня есть ребята-начальники отделов, и я как раз очень с вдохновением увидел сегодняшний кейс, потому что в обычной жизни в работе я в основном занимаюсь как раз people-менеджерскими задачами, то есть отвечаю за найм, развитие, стратегию, увольнение, анбординги и так далее. А тут еще есть возможность раскрыться как некий владелец продукта и что-то такое более комплексное придумать. — Давай пару слов мы расскажем о самом формате, как это проходит в нашем классическом процессе. Этот этап занимает полтора часа. Сегодня наш формат будет чуть более сжатый. У нас вначале будет небольшое представление, small talk — это то, чем мы сейчас занимаемся. После этого основное время — 40-50 минут, когда мы смотрим кейс. При этом важно понимать, что кандидат может сам выбрать тот формат, в котором он представляет свое решение. Самое главное — рассказать нам логику твоего решения, и дальше мы уже с помощью вопросов и ответов погружаемся в то, что ты предлагаешь. После этого мы обязательно оставляем время на тебя, чтобы ты задал нам вопросы, потому что для нас очень важно, чтобы не только мы интервьюировали кандидата, но и кандидат тоже мог спросить то, что для него важно. Соответственно, сегодня будет чуть более емкий формат. Если нужно, мы где-то там направим, поможем, чтобы тебе тоже было комфортно. Передаю слово Игоре, чтобы он рассказал про сам контекст кейса. Также мы его приложим в описании. Да, наш кейс называется «Авито недвижимый запускает кластер Marketplace новостроек», и твоя основная задача, как руководитель этого кластера, обеспечить, первое, это максимально широкую и доступную базу предложения от застройщиков, и второе, реализовать такой клиентский флоу, чтобы пользователь мог забронировать, получить ипотеку и зарегистрировать право собственности на объект недвижимости. Кейс, я пытался перескать максимально в двух словах, но он занимает целые две странички. Твоя задача, соответственно, подается проектировать организацию, целеполагание в этой организации, определить цели и предложить систему их контроля. Я, как основной ведущий кейса, буду использовать ноутбук для того, чтобы за тобой записывать мысли, я тут не программирую и не в социальных сетях сижу. Мои коллеги с этой же целью будут использовать телефоны, чтобы вести заметки, чтобы нам поддерживать контекст разговора и постараться тебя максимально не прививать, но при этом задать содержательный вопрос. Как Катя сказала, формат презентации полностью на твое усмотрение и рассказы, мы будем задавать вопросы. Класс, хорошо, поехали. Собственно, если продолжать твой рассказ про сам кейс, там основные моменты, это что как раз Авито уходит именно от классифайда к транзакционной модели, то есть нам необходимо сделать вещи, которые касаются того, чтобы, ну, не просто у нас, мы смотрели на какие-то там новостройки, а чтобы мы могли сразу же какую-то квартиру купить, и чтобы мы могли там конкурировать с условным домкликом и так далее. Соответственно, насколько я понял, вводная кейса, у меня вообще нет никого. Вот я вот на таком вот интервью был условно нанят, и мне сказали, ну, давай, делай, и выставили какие-то задачи. Вот тут, переходя к кейсу, у меня есть две главные цели до конца года. Мы, как условимся с вами, сейчас август месяц, до конца года четыре месяца, правильно? Так мы? Или это считается... Ну, давай от августа до августа, да-да-да. От августа до августа. Да. Хорошо. Тогда чуть-чуть будем на ходу править, потому что я примерно прикидывал, что это как раз за четыре месяца уже нужно делать. Амбициозно. Собственно, какая у нас цель? За год нужно получить 100 проданных квартир через нашу систему новую. Это, насколько я понимаю, просто как бы разгоночная цель, потому что мы понимаем, что дальше через три уже года мы хотим продавать пять тысяч квартир в месяц. То есть пока первый год мы только будем как раз разгоняться и использовать все возможные способы, чтобы занять некую поляну бизнеса. И второе направление наших целей — это чтобы обеспечить достойное вообще предложение на рынке, и чтобы у нас было через год четыре тысячи лотов в двух сотнях жилищных комплексов от сотни застройщиков. И при этом, опять же, если мы смотрим, что через три года, то мы хотим, чтобы уже было 200 тысяч лотов квартир в тысячи жилых комплексов от 500 застройщиков. Какая у нас есть еще вводная в кейсе, которые там уже тоже ребята увидят, но которые очень важны здесь для того, как я буду строить вообще свою логику? У нас есть хитрое СААС-решение под названием «Машина новостроек». Эта машина новостроек, она позволяет нам уже подключить текущих 75 застройщиков и 150 ЖК. И просто у них уже есть инфраструктура, нам просто надо к ним подрубиться и взять все, что у них есть. При этом, опять же, мы знаем, что эта машина новостроек, насколько я правильно помню, готова еще подключать каждый месяц по одному застройщику и по два ЖК. Что путем простой математики говорит нам, что даже за год, если мы будем только надеяться на машину новостроек, мы ничего хорошего не получим. Очевидно, нам еще нужны какие-то другие способы решений, но, опять же, машина новостроек, я думаю, что на первом этапе будет нашим таким оплотом базы бизнеса, чтобы дальше мы как раз от нее уже плясали. Что дальше мы делаем? Нам при этом необходимо еще каким-то образом получить оставшиеся, насколько мы можем посчитать, 12 на... Ну, короче, еще хотя бы 13 застройщиков нам где-то нужно получить. И, соответственно, 26 ЖК до конца года. Их мы можем получить из двух мест. В целом есть некая автозагрузка Авито, которую я не тестировал прям, насколько она глобально работает, но, очевидно, это штука, которая уже, насколько я понял, принимает и там CSV, Excel и все стандартные форматы файлов, которые туда можно скормить. И дальше мы, очевидно, можем оттуда брать, если мы грамотно поработаем с застройщиками, чтобы мы могли уже оттуда брать данные и тоже в нашу систему приносить. Вот. И второе — это в целом многие застройщики предоставляют свой API для того, чтобы мы могли забирать через этот API как раз еще какие-то ЖК и еще какие-то лоты. Вот. То есть у нас есть три основных способа взаимодействия. Поэтому если мы как раз хотим достичь 4 тысяч лотов в 200 ЖК, нам, очевидно, надо брать и тут будет уже увеличение количества застройщиков не на 6 месяцев, а нам хватит, получается, на 2 в месяц. Вот. Будет нормально. И мы, соответственно, первое, что делаем, это, если глобально смотреть, то мы подключаем машину новостроек, мы начинаем интегрироваться и делать какую-то... То есть мы, опять же, из условий задачи мы знаем, что API, который дают застройщики, он весь очень многообразный и разный. Поэтому нам, очевидно, нужна какая-то прослойка, которую мы напишем к каким-то количествам бакендеров, дальше мы опять же рассмотрим, каким, чтобы у нас был какой-то единый интерфейс API, который бы уже работал примерно так же. Наверное, удобно было бы, если это было бы единообразно, как мы работаем там с машиной новостройку, условно, и могли бы забирать, у нас бы был единый стандарт API для упрощения, как бы интеграции вообще всех застройщиков. Вот. Это что касается непосредственно ассортимента. Что касается того, как нам продавать квартиры, нам, очевидно, нужна будет какая-то отдельная система. Тут, опять же, я бы вам задавал... Я же могу задавать вам, точнее, еще вопросы? Супер, класс. Я же правильно, насколько я видел на Авито all-day шоу вашей конференции, что у вас есть какая-то дизайн-система. Да. Поэтому в целом, если мы делаем все единообразно, то нам нужны, так как мы знаем, что нам нужно сделать там фронтенд мобильное приложение, нам не нужен дизайнер особо, мы в целом можем на первом этапе фронтендеров и по новому мобильному разработчику просто взять, они как бы нам наклепают какой-то базовый функционал бронирования. Правильно? Чисто теоретически, да, но обычно мы все-таки предпочитаем, чтобы в команде был дизайнер, который из компонентов точно так же все содержит. Ну, тогда потом немножко пересчитаем с учетом дизайна. Ну, давайте я расскажу, наверное, вот отсюда. То есть, как я представляю себе, как вообще все это будет работать. То есть, у нас есть какая-то карточка новостройки или квартиры и на мобильном приложении, и на сайте. Вот. И нам, соответственно, нужно получать актуальную информацию о лоте, и чтобы она, опять же, как я говорил, единообразно к нам приходила из API. И затем нам фронтендеры после отрисовки дизайнерами сделают кнопку «Забронировать» на каждой карточке лота, который можно забронировать. Собственно, после этого у нас будет какая-то система бронирования, в которую будет отправляться запрос. И в этот момент, как в любом, наверное, маркетплейсе, у нас будет некий лот, который мы покупаем, помещаться в очередь резервирования где-то там на 15-30 минут. Для этого у нас есть специальная очередь для бронирования. Вот. Затем эта система же бронирования, она пойдет в систему застройщика проверять, актуален ли вообще этот лот. И она будет это делать либо через API застройщика, либо еще вот я сделал такую некую прослойку, некую систему управления лотами, где должна быть эта вся информация. Затем система бронирования непосредственно уже отправляет запрос, что мы хотим зафиксировать лот. И если застройщик говорит после, опять же, 50 проверок, что все хорошо, то мы фиксируем, что мы забронировали лот. Вот. И в этот момент, как у нас задано в условиях задачи, фиксируется цена, и за нами резервируется лот на какое-то время. У нас есть, завершилось бронирование, мы получили некие там детали, сроки действия, все хорошо. Вот. Затем предполагается ли, наверное, что у нас есть какой-то в любом случае личный кабинет в Авито, да, где вся эта информация будет обнаружена. Да, да. И уже после этого у нас бронирование, оно есть вот как раз дальше, дальнейшие условия задачи. У нас есть еще один кластер, который занимается, это там, deal financing and registration. Да, вот. Или сокращенно DFRC. что как раз, когда мы забронировали, если мы не просто покупаем квартиру за наличку, то нам предлагается либо оформить ипотеку, либо, соответственно, дальше мы, когда оформим ипотеку, либо просто уже ставим, что мы квартиру покупаем так, мы уже идем регистрировать сделку в Росреестр, и дальше еще нам нужно, соответственно, отправлять все данные и как-то тоже взаимодействовать. Возвращаемся обратно. Собственно, что нам для всего этого необходимо. Если мы примерно прикинули, как с этим вообще работать, то нам нужны для этого люди, которых мы с нуля наймем. Я их логически, опять же, я потом расскажу как, я их поделил на, получается, семь составляющих. Первое — это самые главные ребята, это, собственно, бэкэнд-разработка, это те люди, которые будут делать API-микросервисы. Вот я на данный момент прикинул, что их нам хотелось бы, я думаю, что на первом этапе где-нибудь четыре человека. Опять же, по соотношению пропорциональному хватит, наверное, двух сеньоров и двух медлов. Дальше у нас будет фронтенд-разработка. Фронтенд-разработка вебовская для нее, ее, как указано в условиях, мы пишем ее на реакте. Там уже на сеньор-разработчик и медл-разработчик. И опять же, у нас есть мобильное приложение iOS и Android на Свифте и Котлине. Тоже там по медлу в целом нам хватит. Затем. Есть отдельная, отдельную команду я сформировал, потому что, как мне кажется, чем дальше, тем нам больше придется закапываться в огромное количество интеграции работы с данными. Поэтому, как, опять же, потом мы выясним, на более позднем этапе, я бы какого-то бэкэндера одного отрядил прямо под интеграции, какого-то взял дата-инженера, который бы позволял нам как-то оптимизировать вообще, как мы получаем данные, их универсализацию, где мы понимаем, что-то не надо, что-то надо и так далее. И как бы еще одного какого-то интеграционного инженера, который будет нам вообще помогать с какими-то еще условными машинами новостроек договариваться. Потому что, как мне кажется, если мы хотим делать, масштабироваться на будущее и сразу об этом хотим думать, то, очевидно, нам таких машин новостроек и какие-то аналоги нужно будет искать еще много. Если условная машин новостроек отвалится, то у нас условно через месяц работы просто будет два ЖК. Вот, нас это не устраивает, надо как-то думать об этом на будущее. Дальше. Очевидно, что это надо будет все разворачивать, поэтому нужна команда девопса инфраструктуры. Здесь хватит там сеньора девопса, который нам все это настроит, там, условно, кубернетисе. И медла, который будет заниматься там CICD, мониторингом, управлением инфраструктуры. Также нам нужна какая-то команда, очевидно, чтобы это все тестировать. Система на самом деле очень серьезная, и поэтому здесь, как мне кажется, нужно будет уделять довольно много внимания вообще контролю качества тестирования. И там автотестом, и функциональному тестированию, и какому-то автоматическому тестированию. Поэтому, да, тут я пока заложил трех людей. Ну и дальше у нас есть какой-то там project management и аналитик, который будет нам это все продумывать, требования и писать по одному человеку. И, очевидно, нам нужен какой-то технический лид, который все это возглавит, и какой-то там архитектор, который нам будет как раз все это дорисовывать. Вот, возможно, эти роли, опять же, могут как-то переиспользоваться, дублироваться. Я здесь немножко позадавала уточняющий вопрос. Класс, уточняющий вопрос. Я хотела понять, вот, то, что ты предлагаешь с точки зрения команд, под тебя как это зайдет? Ну, то есть, как ты видишь непосредственную структуру под тобой? Это будет объединяться во что-то или... Ну, я предполагаю, что на первом этапе подо мной будет техлит ИПМ, вот, и уже, соответственно, дальше ребята могут уже под ними как-то группироваться. То есть, условно, если мы, опять же, в условиях задачи есть история про постановки им целей, и, скорее всего, если мы будем использовать какие-то ОКР, Objective and Key Results, то нам нужно будет представить каких-то каждых компетенций, которые будут, ну, условно, самые отвечающие из всех отвечающих. Мне здесь, скорее, хочется понять, исходя из какой логики ты разобьешь ребят по, не знаю, направлениям, может быть, каким-то там юнитам, командам. Как ты это видишь? Ну, мне кажется, на первом этапе разбивать их по юнитам будет, как это, чрезмерно. И сначала это не нужно. Сначала, в целом, они все могут работать просто по компетенциям и спокойно, условно, одного пьема им хватит. Мне кажется, что в целом так, там, три квартала проработать можно. Дальше, когда мы понимаем, что нам уже нужно продавать новостройки не, там, десятками, а тысячами, тогда уже будет необходимо как-то пересортироваться и уже укрупняться в какие-то подкоманды, которые, я думаю, что будут отвечать. То есть, если вот здесь у меня есть, условно, там, здесь я разбил условно бэкэнд-команду на, там, API и микросервисы и, там, интеграцию работы с данными, то дальше они уже будут еще, могут как-то по логике и по тому, кто за что отвечает, они могут как-то структурироваться. Какой здесь гэп планирования, ну, то есть, от момента выкатки до момента запуска маркетинговой, например, истории? Ну, я думаю, что надо всегда перезакладывать с учетом того, что нужно будет все, там, перетестировать, нужно будет много раз все проверять, и я думаю, что на первом этапе несыгранная команда может сильно проигрывать в сроках, какие бы KPI им не ставили, то я бы здесь, не знаю, закладывал бы один-два месяца точно гэпа. Окей. У меня на этом этапе нет вопросов. Мне кажется, надо идти дальше. Да, мне я предлагаю... У нас по совершению кейса дальше было определить цели для твоих прямых репортов на следующие один-два квартала. Давай про это поговорим. Да, цели, вот они, пожалуйста. Собственно, здесь мы примерно как раз, как я и говорил, представим, что в наших компетенциях в каждой есть какой-то представитель, который будет моим, условно, прямым репортом. И как раз примерно получается там семь человек. Вот, соответственно, задача у бэкэнд-разработки API микросервисов, это как раз будет быстро вот сделать ту самую прослойку, о которой я говорил. Это будет как-то примерно в первый раз, ну, где-нибудь там за Q1 разработать и внедрить какие-то первые микросервисы и начать уже пытаться думать, каким образом нам оптимизировать вообще производительность всего этого и унифицировать вот эту интеграцию. Если мы говорим про фронт-энд-разработку, то там все, ну, как бы понятно, просто. Нам нужно спроектировать там за Q1 первые интерфейсы для веба и мобильного приложения. Нам нужно выкатить какой-то первый релиз фронт-энда бронирования, как можно скорее, рабочий, чтобы уже кнопка бронировать появилась, и мы уже могли... Ну, то есть, опять же, если мы представляем себе наш некий первый релиз всего, то он представляется как... У нас есть машина новостроек, и у нас есть какой-то фронт-энд под это. В целом, на первом этапе, если, опять же, мы отвесимся кучей каких-то резервных копирований и балансировщиками, и точно сможем договориться о каком-то SLA с машиной новостроек, то на первом этапе мы можем выкатить первый релиз и уже что-то, какие-то гипотезы начать тестировать. Можем уже смотреть, начать что-то считать, какие-то метрики считать. Сколько у нас вообще конверсии каких-то уникальных пользователей в непосредственно бронирование квартиры. И уже начинать собирать чиселки, чтобы потом понимать, что мы вообще куда оптимизируем. Вот, ну и да, понятное дело, что нам нужно как раз... У нас есть будет какой-то API, вот эта вот парт-слойка, нам нужно, чтобы вся мобилка, вот, ну, вот здесь вот, типа вся мобилка к этому, там, API-гейтвею, она и фронт-энда мобилка все подрубались одинаково. И извини, я тебя немножко прерву, я в реальных интервью так обычно делаю, но я заранее предупреждаю. Так, чтобы управлять временем. Смотри, нет цели, наверное, зачитать все. Здесь больше у меня про принцип. Можно пару уточнить? Ну, принцип понятен, когда цель поставлю. Можно парочку уточняющих вопросов? Да, конечно. Смотри, ну, то есть все цели здесь поставлены с точки зрения каких-то деливербулс, которые будут командами произведены. Вот, а что ты еще, какие аспекты ты считаешь важными еще включить в цели? Я считаю важным включить в цели, как раз если мы отматываем вот сюда, вот, то нам как раз необходимо, чтобы у нас было какое-то качество, и у нас были мониторинги, и чтобы, опять же, мы поставили им какие-то, как я уже упоминал Кате, objective key results. Так, давайте я, как у нас было, 125% вроде. Да, 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 очень роскошно. Вот, то есть если мы говорим про ОКР, то у нас в целом все стандартно. Мы будем собирать какие-то продуктовые метрики, которые будут касаться всего того, куда мы вообще целимся. То есть, опять же, если мы говорим про всю систему, то мы считаем там время отклика и пытаемся увеличивать сразу там как-то производительность. Мы считаем, как я говорил, процент успешных сделок, мы считаем, сколько это процентов уникальных пользователей, мы считаем, как у нас вообще увеличиваются активные лоты. Мы проводим какие-то, мы делаем какие-то еженедельные отчеты, мы делаем какие-то ежемесячные там совещания от перспективы. Если мы говорим про качество, то понятное дело, что нам в итоге нужно, чтобы у нас все это работало супер, поэтому внедряем классические все истории с код-ревью, с юнит-тестами, с интеграционными тестами, с N2N-тестами и с каким-то там код-ковередж, который у нас там будет условно 80%, потому что, ну, очевидно, если мы дальше планируем это масштабировать, то нам нужно будет это все очень быстро и из многих разных мест получать, поэтому автоматические тесты тут вообще никуда. Вот. А если мы говорим, опять же, то, что мы там дадим девопсам, вот, возвращаясь чуть-чуть, то там, понятное дело, нам нужно, чтобы это все собиралось автоматически, с ICD, и какие-то были там, опять же, пороги качества, чтобы, ну, условно, если мы понимаем, что у нас там 60% качества упало, то мы просто это не можем физически залезть. Понятно, опять же, что мы там работаем по какому-то agile и считаем классические модные вещи, типа там, задачи за спринт-велосити, там, cycle lead time, количество багов на релиз, все те метрики, которые я не считаю бесполезными, я сюда включил. Вот. Все. По agile все хорошо. Ну, вот, мониторинги, мониторинги, да, это тоже важно, я тут отдельно отметил, потому что нам нужно смотреть, как быстро у нас откликается наша опишка, которую мы пишем, нам нужно понимать, сколько мы вообще потенциально едим ресурсов и какие у нас там частые вообще ошибки в системе происходят. И, опять же, туда мы можем подключать, ну, из того, что вот я когда-то сталкивался, всякие нью-релики или прометеусы. Вот, опять же, нужно сразу будет, понятное дело, девапсам дать задачу написать какую-то систему аварийных оповещений, где все сломалось, и чтобы у нас полностью были какие-то логи, и чтобы мы могли там с помощью какого-нибудь илокостека их мониторить на предмет каких-то выбросов, аномалий, и сразу понимать, что что-то не так. Бам-бам-бам, да. Ну, про... Да, мой вопрос раскрыл, параллельно раскрыл еще следующий вопрос из нашего кейса. Зря перебил, получается. Нет, все нормально. Давай озвучим следующий вопрос в рамках кейса, который есть. Да, вопрос был... Цель, полученная тобой от руководителя, звучала, как предложить стратегию реализации системы сбора контента от застройщиков. В скобочках основные технические выборы, их последовательность, верхний уровень, сценарий. Да. Вот, я накидал, что нам примерно надо. Вот, значит, во-первых, нам нужно, вот как я уже упоминал, сделать какой-то единый стандарт API для передачи данных от застройщиков. Поэтому если у нас будет базово какой-то версионированный REST API, у которого будет хорошая документация, у которого будут примеры, то это, мне кажется, ничего проще. Вы вроде пока не придумали. Можно будет спокойно, они будут понимать, что вот с этим им удобно работать. Извини, Андрей, ты хочешь сказать, что все застройщики должны будут реализовать этот API? Нет, мы реализуем. Мы реализуем некие версионеры. А, и к нам по нему будут ходить? Да. То есть они могут к нам так по нему ходить. То есть, условно, мы пишем эту прослойку, мы сразу даем им некую документацию, они примерно понимают, в каком виде нам данные отдавать. Вот, и дальше, если мы можем как-то упростить интеграции, то мы можем, опять же, какие-то взять, там, СДК или клиентские библиотеки, чтобы как-то эти интеграции упрощались. Вот, ну и опять же, да, нам нужны различные форматы данных, чтобы мы могли как бы адаптироваться под разных застройщиков, по то, какие они, опять же, данные отдают. Вот, второе. Это то, о чем я говорил в начале. Есть вот эта вот замечательная автозагрузка данных. Я посмотрел эту автозагрузку данных, и как будто бы, да, она работает нормально, вот, но нам точно нужно будет, насколько я понял, поправляйте меня, если я ошибаюсь, там нет какой-то механизма прям валидации данных по данному кейсу, просто потому что еще такого просто никто не делал. Поэтому нам точно нужно будет доработать автозагрузку, чтобы там появилась валидация данных перед загрузкой, чтобы они могли, условно, не грузили просто так, какие-то данные в свободном формате, а чтобы у них уже была какая-то понятная история, были какие-то, мы их ограничили каким-то шаблоном, и они уже знали, как грузить. Вот, ну и опять же, если мы автоматизируем как бы сбор данных из каких-то там CRM-застройщиков, вот, то нам по-хорошему нужны сразу какие-то, ну, условно, адаптеры для разных этих CRM-ок, которые могут быть, которые будут их, опять же, преобразовывать в наш формат для нашего, опять же, REST API. Вот, ну и опять же, нельзя забывать, это очень важная история тоже была в условиях, что нам надо, чтобы данные были актуальны, и поэтому нам необходимо эту, эти данные все автоматически синхронизировать хотя бы там раз в сутки, вот, в идеале чаще, но хотя бы раз в сутки уже будет неплохо. Вот, что дальше? Я еще придумал из того, что можно сделать в рамках этой стратегии. Можно вообще сделать для совсем тех, кто ничем не хочет пользоваться, но при этом у них почему-то откуда-то оказался ЖК, я бы сделал в себе случай какой-то интерфейс для ручного ввода, редактирования данных. Вот этого, опять же, в условиях указано не было, но мне кажется, в целом лишнее не будет, это не очень дорого. Мы можем какой-то просто редактор с формами, чтобы мы могли ввести в тех же самом виде, как в автозагрузке, и как наше, чтобы наша прослойка тоже могла это спокойно съесть потом автоматически. Опять же, как-то там сделать подсказки, шаблоны, чтобы это было проще. Максимально там автокомплиты всех полей, которые могут быть. И опять же, важно, чтобы они могли не просто как в Google Доке это отправить, а чтобы у нас была возможность там быстро в моменте создать им какой-нибудь там микроаккаунт, и они могли потом зайти там или, не знаю, какую-нибудь уникальную ссылку, и по этой уникальной ссылке они могли бы отредактировать какой-нибудь параметр, если бы мы им сказали, что, извините, вот тут вы ошиблись, чтобы не нужно было заново все загружать, а чтобы можно было отредактировать. Вот, да, я здесь примерно посчитал, сколько будут стоить всякие там аренды серверов, инфраструктура, облачные сервисы и так далее. Посчитал примерно, сколько будет стоить вот такая вот микрокоманда. Вот, и дополнительно вот еще какие-то основные проблемы я тут выделил, что, наверное, главная проблема будет, что у нас не очень, может быть, ненадежной вот эта вот синхронизация с серым застройщиком, застройщиком, потому что мы за это не отвечаем. Вот, поэтому я бы как-то подумал на тему того, как можно было бы с каким-то маленьким time to live, но все равно кэшировать данные и как-то их регулярно обновлять и, опять же, там резервно копировать. Вот, дальше, может быть, могут быть проблемы и какие-то сбои вообще в нашей работе системы бронирования. Здесь, опять же, мы обмазываемся мониторингами, аварийными восстановлениями и как-то масштабируем нашу вообще архитектуру. Вот, и дальше, вот, ну, опять же, это, наверное, касается больше платежной системы, но все же, если у нас будут проблемы какие-то с конфиденциальностью, с безопасностью данных, то надо внедрять какие-то, опять же, там, шифрования, типа, там, IES-256 и какие-то протоколы безопасности, чтобы мы работали, опять же, с персональными и финансовыми данными. Вот, а так, да, я здесь полный кастомер джорни рассказал, система вот здесь есть, но в целом мы все здесь уже охватили. Да. Ну, и вот это был как раз ответ на последний вопрос про главные технические угрозы. Здесь, опять же, где-то может что-то повторяться, вот, но, ладно, как подготовил, так и подготовил. Во-первых, у нас могут быть какие-то нарушения в работе микросервисов и, соответственно, их какого-то взаимодействия. Вот поэтому можно пользоваться каким-нибудь там сервис-мешем типа Istio для того, чтобы как-то управлять сетевыми коммуникациями между микросервисами. Значит, у нас, да, чуть, опять же, углублюсь, могут быть нестабильные данные обновления застройщиков, вот, которые решаются, как я, в принципе, я все уже это сказал. Мониторинги, SLA застройщиками, резервы, кэширование ТТЛ. У нас могут быть какие-то проблемы с интеграцией платежных финансовых сервисов, но, опять же, если мы на данном этапе отрубаем платежки, то, в целом, не так страшно, можем это пропустить. Но, опять же, как решать, там 15 раз все проверим, и хорошо. Если мы нарушаем, опять же, безопасность данных, то можно делать и какие-то внедрять многофакторные альтинфикации, они помогают. Шифанию данных я уже называл. Систему обнаружения вторжений какую-то нужно будет написать точно, потому что, ну, как бы, да, система, которая очень, может быть, уязвима для всяких атак, вот, и сразу, вероятно, надо писать так, чтобы ее никто не атаковал. Вот, опять же, регулярные какие-то аудиты безопасности, это, наверное, база. Нагрузка на систему во время пиковых нагрузок может быть большой, вот, потому что, если, например, какой-нибудь новый ЖК популярный анонсировался, тем более мы, опять же, подумаем про маркетинг, и у нас там хоп-хоп-хоп, и у нас эксклюзивные с ним условия, все к нам прибежали, у нас пиковые нагрузки. Это можно решить горизонтальным масштабированием, опять же, там, контронизация, кубернетис, все понятно. Можно как-то ограничивать коррекцию, какие-то рейт-лимитеры написать и ограничивать все это с помощью, там, очередей задач, там, RabbitMQ, Kafka, что угодно. Точно нужно будет внедрять, это даже, наверное, не, как это, не то, что решение проблемы, я бы просто это делал так. Нам, как и все, всю статику, которую мы можем куда-то положить, кладем на CDN-ы, тоже помогает нам справляться. Ну и, опять же, какое-то нагрузочное тестирование, стресс-тестирование. Для этого у нас есть специально выделенный тестировщик, которого мы для этого нанимаем. Дальше. Если у нас на все это будет большая база данных, вот, и поэтому могут в какой-то момент быть проблемы с масштабируемостью. Мы ее можем, классика, опять же, систем-дизайн интервью, можем ее шардировать, леприцировать, можем как-то кэшировать на уровне баз данных с помощью, там, Redis и M-Cash, и, понятное дело, там, в будущем будем уже думать, как нам оптимизировать какие-то, там, сложные запросы, индексы, и чтобы, ну, опять же, у нас на это все есть мониторинги, сколько там время доступа до разных баз данных есть. И последние две. Это первое, это зависимость от сторонних поставщиков услуг. Это, как мне кажется, долго будет проблемой. Надо с этим, как я уже говорил, в случае с машиной этих новостроек что-то делать. Поэтому как раз резинные интеграции какие-то, чтобы у нас был еще какой-нибудь, надо найти сразу, мне кажется, еще какой-нибудь провайдер, а помимо машин новостроек будет здорово. Дальше мы, опять же, пытаемся падать аккуратно, с каким-то graceful degradation, чтобы у нас что-то упало, но мы все равно работали, чтобы не всегда это все зависело от сторонних поставщиков услуг. Но, опять же, какие-то, опять же, мониторинги мы навесим, чтобы у нас, когда внешние сервисы отрубались, мы сразу же об этом знали и сразу же шли это делать. Вот. Ну и еще это, наверное, проблема, которая в целом будет касаться и того, как я вообще выстроил команду, и того, как мы будем масштабироваться. В целом, рано или поздно мы будем превращаться как бы из стартапа уже в какую-то такую прям корпоративную культуру окончательно. И в этот момент точно будет копиться какой-то технический долг. И поэтому надо сразу там по принципу Парета, не по принципу Парета, как угодно, выделять время людям на рефакторинге регулярное, там 20 на 80 или как-то еще. Вот. Отдельно, вот я говорил про то, что мы типа гибкие, и у нас PM ведет, постоянно актуализирует наш вообще продуктовый бэклог. Но вот у нас еще желательно, чтобы был бэклог у технического долга, чтобы мы могли еще и быстро понимать, за что мы можем там взяться. Ну и опять же, чем больше мы как-то автоматизируем тестирование, там навесим код кавериджи, тем будет проще с этим техническим долгом бороться. Что, можем переходить тогда к вопросам дополнительным? Спасибо. Андрей, у меня было уточнение по поводу команд. Мы довольно много поговорили про их состав и про домены, но хочется понять, как будешь оценивать эффективность с учетом тех вызовов, которые сейчас стоят в этом кластере. Так, ну по поводу вызовов хотелось как раз прикинуть, что у нас есть по факту первая отсечка вот в год, и потом есть отсечка в три года. Вот, и если я вот отдельно написал такую систему контроля достижения целей, как я думал, что вообще можно пытаться делать. То есть нам точно нужно будет отслеживать вообще вот все те ключевые показатели, которые мы, опять же, там и в УКРах поставили. То есть это количество лотов, бронирования, продажи. Можно как раз будет быстро это как-то интерпретировать, какие-то дашборды, чтобы это все, опять же, было видно, чтобы все могли понимать, туда ли мы идем, с какой скоростью и все ли хорошо. Вот. Дальше для как раз более технических команд нам точно будут нужны какие-то системы, которые показывают метрики мониторинга производительности, как раз какое у нас там время отклика, какое у нас SLA и обновление, чтобы тоже мы могли ставить эти задачи уже там интеграционной команде тоже в цели. Вот. Опять же, если мы делаем какие-то там автоматические тесты, и нам нужно будет потом понимать там их покрытие, вот вообще какое у нас качество релизов на выходе. Вот. И это особенно важно для как раз того, как мы будем уже там взаимодействовать как раз со всеми внешними системами. Вот. Но в остальном это уже все мы говорили про регулярные встречи там и с командами, где мы там перспективы проводим, чтобы быстро адаптироваться, решать проблемы. С застройщиками, понятно, уже несколько раз обсуждали. Давай тут немножко остановимся. Да. Я про регулярные встречи в целом понятно, но скорее непонятно про регулярные встречи с застройщиками и вот встречи с командами тоже хочется чуть больше понять. Вот из роли все-таки руководителя по разработке и с учетом того стапа команды, который ты предложил. Кто будет встречаться? Ну, вообще, как это будет выглядеть, да? То есть ты говоришь, регулярные встречи с командами, как ты это видишь из своей роли? Регулярные встречи с застройщиками и партнерами тоже. Где в этом ты? Где в этом я нахожусь, да. Здесь у меня... И что должно происходить, например, на этих регулярных встречах, чтобы было понятно, что мы двигаемся в рамках целей? Ну, опять же, если мы смотрим наши метрики, вот то на этих регулярных встречах мы как раз будем там условно еженедельно смотреть те отчеты, которые у нас есть по ключевым метрикам, и как-то понимать в зависимости от этого, что у нас вообще происходит. Я вот там... Это с командами, я правильно понимаю? Это с командами, да. С командами, соответственно, там, я думаю, что вполне уместно вообще хоть всеми командами быстро собираться, и как-то чтобы все все равно были в драйве, в таком стартапном духе, чтобы мы все понимали, что все круто, мы там растем, работаем, у нас там подключился новый застройщик. Я думаю, что на первом этапе в рамках некой дополнительной неденежной мотивации это очень круто может сработать, если мы действительно будем идти хорошо, и все будет здорово. Если мы говорим про встречи с уже застройщиками, то я это вижу как то, что у нас есть отдельный бизнес-аналитик, есть я, и есть еще, опять же, те, с кем я работаю, скорее я в некой партнерской связке, некие вот эти самые менеджеры по работе с партнерами. И, соответственно, я как некий, ну, назовем это, технический директор, бизнес-аналитик, который будет вообще собирать технически, что они, какую они обратную связь дают, и как раз те менеджеры по работе с партнерами, которые туда приходят как бы это все обрабатывать, и в том тоне вести эту беседу, в каком привыкли вести ее, условно, там представитель застройщика, чтобы мы могли на этих встречах, опять же, смотреть, собирать с них обратную связь, чтобы они понимали тоже, что, во-первых, мы именно хотим с ними в связке тесно работать, что мы всегда готовы их выслушать, чтобы у них там были, понятно, помимо всяких форм обратной связи, чтобы они еще могли прям вот лично сказать, что, ребят, вот смотрите, ну что вы тут наворотили, с вами никто работать вот с такими вашими там шлюзами и долгими там откликами не будет, и мы быстренько переориентируемся, понимаем, что вот сюда нужно сделать упор, потому что там хором застройщики об этом говорят. Ну это какая-то, ну типа, команда твоего продуктова убирает и делает, или кто встречает все-таки? Ну да, 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 вот эти вот ребята, как назовем, вот это вот product management аналитика. Да, можно я продолжу вопрос? Смотри, ты сказал, что сделал такой выбор, что мы сделаем унифицированное API, по которому все будут ходить. Я не знаю, сколько застройщиков, я думаю, что несколько сотен. И нужно предполагать, что это не IT-команды, то есть у них не всегда может быть в штате, и заставить их перейти на какой-то определенный формат, это довольно-таки дорого, на мой взгляд. Как ты будешь решать эту задачу? Тут скорее, мне кажется, это некое такое тени-толкай с обеих сторон. То есть понятное дело, что для нас дешевле, чтобы нам застройщики старались отдавать данные в том виде, в котором нам проще их принимать. Но, безусловно, как я говорил в самом начале, у нас будет некая прослойка, которую будут писать, опять же, вот мои ребята в рамках некого самого первого релиза, чтобы у нас была некая как раз на нашей стороне унификация того, то есть в каком виде мы от них принимаем, что мы могли всегда как-то это обработать и сами в наш вид привести. Понятное дело, что это, опять же, дополнительные какие-то вещи, и в итоге хотелось бы прийти к тому, чтобы, опять же, там, опять же, время отклика было поменьше, и вот это вот все работало быстрее. Если нам будут отдавать все в том виде, в котором мы хотим, и мы в итоге, опять же, будем с ними так тесно работать, что они будут понимать, что им тоже это выгодно. Но на первом этапе, конечно, будет некая штука, которая тоже нам позволяет адаптироваться к тому виду, в котором они привыкли работать. То есть им ничего делать не надо, и мы сами пишем вот эту вот штуку, которая преобразует их формат данных в то, как уже наш API-бэкэнда способен это скушать. Да, наверное, по опыту скажу. Автотеки, данные они могут передавать даже тебе через почту, FTP-сервера и других забытых технологий, которых мы уже не знаем. Даже вручную. Даже вручную, да. Хорошо, тогда один вопрос от меня еще. Какие у тебя ожидания от лидеров команд, вот которые ты упоминал в этих семи командах? То есть какими качествами должны обладать люди, чтобы ты их выбрал как лидерами? Ну, как мне кажется, на первом этапе того, как мы делаем команды с нуля, очень важна самостоятельность человека, чтобы у человека был опыт разработки именно с нуля каких-то продуктов. Я бы, по-хорошему, вообще в идеале вот этих вот первых людей, которые потом на все будут влиять, я бы, возможно, пытался договориться с кем-нибудь из большой авиатонедвижимости, чтобы, возможно, можно было откуда-то переиспользовать, найти человека, не искать его на рынке, а найти людей, которые помогут это запустить из самых, возможно, тех, кто, например, немножко устал и не так сильно замотивирован уже на вид недвижимости, он типа суперопытен, и как раз здесь это будет для него как бы как раз новое начало, новая ступень его карьеры. И вот этот человек должен обладать некой проактивностью, чтобы он как раз мог иметь сразу... То есть первое дело, первое время, ну, понятное дело, все, кроме там тех лида и PM-а, это могут быть типа старшие разработчики, но я буду искать людей типа с перспективой того, чтобы они могли быть, как я говорил, лидами компетенции или лидами команд в будущем. Также, наверное, с учетом того, что, опять же, вспоминаем про стартапный дух, нам нужны люди, которые действительно будут гореть своей работой и, возможно, даже будут где-то готовы на какие-то переработки. Понятное дело, что мы не желаем этого базово, но, опять же, те, кто видно по собеседованиям, что они готовы работать только с 10 до 19, и идут домой, и все, хоть трава не расти, и, кажется, на моменте, когда нам нужно действительно как бы ломать стены, нам такие люди не подойдут. Наверное, люди у кого-то. Да, спасибо. Так, ну что, тогда, видимо, настало время, Андрей, твоих вопросов нам, ну, потому что все спросили, что хотели. Это такой новый формат тестового задания, по факту, ну, в моей главе, в котором, если раньше, когда я был, там, веб-разработчиком, то каким-то тестовым заданием могло быть, там, не знаю, вот я понимал, что люди мне дают сделать какую-нибудь, там, страницу полностью, и что, вероятно, потому что им реально эту страницу надо будет делать. Они чуть ли не идеи какие-то, которые я буду реализовывать, они могут там все как-то использовать. Здесь же прям история с каким-то абсолютно новым скоупом, новой командой, все с нуля, ничего не понятно, есть какие-то цифры. Это очень интересная такая вот предложенная реальность, в которую ты погружаешься, начинаешь в ней как бы мыслить, и я вот до последних несколько дней уже просто живу, как вот этот вот руководитель этого кластера, и мыслю в этом пузыре. Поэтому, да, мне было очень интересно, спасибо, что такое предложили. Хотелось бы вообще понять как раз, вот, Катя, ты много задавала вопросов про то, как ты видишь свою роль в этом, как ты видишь свою роль в этом. Хотелось бы понять вообще, где в Авито заканчиваются полномочия вот кластер Лида, и уже начинается то, за что он там не отвечает. То есть вот меня где-то останавливали, что это уже бизнес-девелопмент, это уже то-то, это уже то-то. Вот где я залез на чужие территории, назовем это так. Я бы здесь ответил так, кластер Лид отвечает за все. Ну, то есть у меня резонул слух просто фраза, что кластер Лид не отвечает, кластер Лид отвечает. Вот, вопрос в том, что да, это он не, ну, как-то не праймари, если там разложить по какой-нибудь матрице типа ДАСи, вот, то он, наверное, да, фокус, класс, я немножко по-другому отвечу на твой вопрос. То есть фокус кластер Лида, он в первую очередь на технике, давай, наверное, начать надо с людей, то есть люди, команды, как это все срощено с техникой, как это все отражает потребности бизнеса, то есть и организация, и техника отражают потребности бизнеса, и кластер Лид, соответственно, руководит таким большим, несколько летним планом реализации всего, и, возможно, трансформации там и организации, и техники, то есть какой-то крупного уровня архитектуры, в состояние, которое будет максимально хорошо удовлетворять потребности бизнеса на таком горизонте. И вообще, как дальше строится некий карьерный путь кластер Лида? То есть насколько у вас вот простроены эти менеджерские дальше карьерные пути? У нас есть карьерная линейка и для инженеров, и для менеджеров, то есть кластер Лид — это грейды вот по новой схеме, я не помню, вы его в паблик выложили или нет, если нет, то я публично обязуюсь выложить. В общем, это или М5, или М6, текущая линейка у нас заканчивается на директоре М8. СТО сюда не относится, СТО — это СТО. То есть два или три грейда еще впереди есть, и от них совершенно понятные формализованные ожидания. Существует множество примеров, в том числе мы с Артуром, движения по этой линейке, так что ну вот как-то так. Тут еще, наверное, важно отметить, что то, о чем говорит Игорь, это история про рост в инженерной организации, то есть в техе непосредственно. Мы сейчас пришли к тому, что мы готовы рассматривать какие-то разные кросс-переходы. То, что тоже мы сейчас видим, что ребята, понятно, что растут, например, из внутреннего стартапа, превращаются в какой-то большой кластер, этот кластер может вырасти в большую вертикаль, либо дирекцию, например, и потом может случиться какой-то кросс-переход. Это может быть и кросс-переход, не знаю, в тот же продукт, например, если у тебя есть какой-то предыдущий пограунд. Может быть, даже в бизнес таких переходов не так много, но мы готовы сейчас их рассматривать и бустить, потому что организация уже свыше 10 тысяч человек, и есть такая возможность. Вот это, наверное, первый поинт важный. И второй про рост тоже хочется отметить, что тут вообще важно понимать, кто такой кластер лиц с точки зрения калибра. Это все-таки довольно опытный человек, у которого в предыдущем местах работы, это точно его не управленческая первая роль, то есть это либо вторая, либо третья. Это точно человек, который управлял командами как минимум хотя бы от 150-200 человек, а лучше и больше, потому что масштаб кластера это в среднем 350, может быть, даже больше человек, если это какой-то побольше кластер, например. Ну и если ты хочешь идти дальше, то важно, чтобы вот этот people-менеджерский навык был развит уже во второй, в третий раз, то есть чтобы он так обкатывался вне зависимости от того, в какой компании ты работаешь. Соответственно, тут есть возможность точно расти и делать кросс-функциональные переходы, особенно когда ты запускал с нуля. И если эта история прижилась, то он в войне. Супер. Да, у меня, наверное, небольшие вопросы. Супер. Так, ну что, Андрей, тогда тебе большое спасибо за подготовку, за содержательный разговор. Тогда предлагаю нам перейти к следующему этапу. Да. Так, что дальше? Мы сейчас с нашей командой внутри обсудим то, как мы видим, соответственно, обратную связь тебе. Мы обычно это делаем, соответственно, в самом конце встречи. Но так как у нас сейчас МОК-интервью идет, нам важно в эфире дать тебе тоже эту обратную связь. Если бы это был реальный процесс, то мы бы на этом завершили нашу встречу, поблагодарили бы тебя и договорились, через сколько по времени мы вернемся с обратной связью. Сейчас этот этап обратной связи внутренней мы, соответственно, проделываем в таком прямом эфире. И после этого мы даем тебе обратную связь, соответственно, и будем рады услышать тоже твою обратную связь. Супер. Давайте. Так, спасибо. Так, ну что, давайте в формате плюс-минус, наверное, обсудим, то есть что вы увидели, плюсы, что минусы, чтобы так обратную связь сделать. Да, но мне кажется, нам сначала надо вообще в целом впечатление какое-то общее друг с другом просто обсудить. Вам вообще как кейс? Мне понравилось. У него довольно глубокая проработка, да, то есть видно, что Андрей в него вложился, и что мне очень понравилось, он очень хорошо с точки зрения бизнеса это рассмотрел, да, это, наверное, ключевой дифференциатор. Это сперплюсов, да. Да, поэтому прям мне очень понравилась проработка. Да, я вот плюсану про погружение, то есть он прям прожил этот кейс, это, и глубоко в бизнес погрузился. Мне очень понравилась история про интеграцию, про которую он в самом конце сказал, но она у меня записана в одном из первых пунктов. У нас есть компетенция лидерская интегратор, и мне кажется, вот он ее прям очень хорошо продемонстрировал, по крайней мере, на этом примере, про то, что было бы классно, чтобы это была либо внутренняя ротация, либо мы переиспользовали команды других людей, и вот это я тут тоже в плюс бы точно добавила. Да, я тоже поддерживаю, мне эта история прям запала, потому что другим способом распространять культуру будет сложно, новую команду будет тяжело интегрировать без людей изнутри. Из минусов. Мне показалось, что вот он пытался и за маркетинг, и за бизнес, и за продукт везде, и вот как будто не обозначил свое вот это ограничение как технического руководителя кластера. Вообще, в целом, инженерный, наверное, какой-то составляющий, и вот подхода не хватило немножко в этой части, да? Ты про это имеешь в виду или совсем? Не про это, но это, наверное, отдельная штука, но мы бы, наверное, на системе дизайна посмотрели больше инженерку, то есть здесь действительно не было цель. Давайте это не будем в минус выделять, потому что на кейсе все-таки мы ее не... А про что ты тогда здесь, что здесь, какой минус? То, что он и в бизнес, и в маркетинг грузился здесь, все-таки хотелось бы, чтобы он именно с позиции технического руководителя технические выборы, техническая часть организации и все такое. Да, что бы я еще отметил как минусы. Мне понравился фичеризм, да, немного, то есть было очень мелкие фокусы, на которые не играют никакой погоды, но Андрей пытался их сгенерить. Ну, кажется, оно здесь было лишним. И такое тоже ключевое, наверное, про... Вот про фичеризм добавлю, что по какой-то уникальной ссылке, когда он сказал, что нужно будет переходить... Редактировать, да. Редактировать, вот это вот велосипед. Это фичеризм называют? Да, это фичеризм, когда человек пытается сгенерить много небольших идей, которые с сути кейса на самом деле не меняют. Вот. И что мне еще не понравилось, наверное, такого ключевого, ну, точнее, это и плюс, и минус, начал очень фундаментально делать работу, но, хотя, мне кажется, на старте надо MVP какие-то попробовать, проверить гипотезы. Андрей пошел очень фундаментально, и это бы сильно замедлило сроки, потому что хотелось бы проверить, а вдруг этот рынок мертвый. Да, там фейк-доры, любые тесты, но пошел сразу фундаментально строить. При этом вот то, что ты говоришь в этой части, это, наверное, минусовая история с точки зрения, типа, лидерской компетенции. Вот если посмотреть на его примеры, он довольно часто говорил про то, что он готов делать дип-дайв в управлении командой, в том, чтобы себе в команду нанес сначала тех льда, да, потом PM-а. Ну, то есть как будто бы для момента стартапа классно, что он готов в эту историю, то есть быть таким, типа, играющим тренером. Но непонятно, как он потом шифтанется или не шифтанется до вот уровня наших TCL, да, техникал-кластер льдов. Вот это я бы проверила дополнительно, то есть по кейсу мне было сложно это определить. Да, ну и ключевой еще бы проверил уже на других этапах работу с функциональными командами, да. В Авито классически делаем кросс-функциональные, если мы делаем функциональные, оно требует хорошего объяснения. Здесь, скорее всего, Андрей пошел по накатанной, как он привык действовать, поэтому хотелось бы от него больше аргументов услышать, почему оно требует. Да, и это тоже осторожнее. Мы бы с Артуром едины, видимо, на тему функциональных команд, то есть в реальном случае у меня была бы точно парочка дополнительных вопросов, и мы бы тему раскрыли. Но здесь бы ее раскрыли, наверное, или на оценке опыта, или действительно чуть глубже на кейсе. Еще, наверное, из позитивных моментов, мне кажется, это в целом стоит отметить. Понятно, что формат сложный, да, и мы так немножко, ну, какие-то вещи все равно делали в рамках какого-то открытого интервью, тем не менее. Ну, наверное, за последнее время мы довольно много кейсов проводили, да, и это, наверное, один из шорт-листов кандидатов, когда он действительно вовлекся, да, он действительно погрузился в домен, что удивительно, на самом деле, для вот таких вот вертикалей каких-то, особенно специфических, да, там транзакционных, например, либо еще что-то. И мне вот это скорее понравилось, потому что то, что мы сейчас видим на рынке кандидатов, тоже такую историю, что ребята не всегда готовы, на самом деле, даже фокус внимания свое сместить на то, чтобы погрузиться во что-то, что они, ну, либо с нуля изучают, да, либо, там, не знаю, не гарантированно, что это будет оффер, либо еще что-то. А тут еще формат мог интервью, и он настолько сильно прям чувствовал, что у него есть заряд вот этот. Это классная история. Да, Андрею респект, потому что я знаю, что он еще недавно и доклад полноценный делал на эти пикниг, и вложиться в два таких крупных проекта одновременно, однозначно это дорого стоит. Ну, и в конце обязательно, типа, попросим Андрея тоже какой-то коммент дать, кажется, важен. Да, ну, и определим зону, которую мы будем проявлять на других секциях. Да, ну, красные, желтые флаги. Я выдам, но вы уже, тут вот вам тоже есть что сказать. Да. Мы добавим. Договорились. Мы добавим. Ну что, пойдемте тогда. Пойдемте. Так, ну что, Андрей, настало время фидбэка, мы посовещались, и давай я тебе расскажу про нашу коллективную обратную связь. Она будет в формате, что нам понравилось, и что мы бы хотели улучшить. Давай начну с хорошего. С того, что понравилось. Ну, то есть, во-первых, это вот лично от меня пункт, наверное, это... Я достаточно много провожу таких кейс-интервью, но это было одно из самых глубоких погружений в бизнес-контекст, которые я видел. То есть ты вот прям... Если бы вот не вертикально-горизонтально, то такой кастомер Джонни Мэп и вообще от него все. Просто очень круто. И то, что ты посмотрел с разных сторон, в общем, это первый плюс. Второе. То, что мы это назвали классный интегратор. Вот то, что ты со всеми предложил сходить договориться. Здесь мы с застройщиками договоримся, здесь с другими командами договоримся, здесь я ребят из другой команды возьму. То есть все, со всеми договариваться. В общем, классный интегратор. На этой позиции ценные качества. Отдельно просто то, что ты вложился в этот кейс. Ну, то есть девять породил, ну, серьезная работа. Ты с погружением, и это классно. И то, что... Про что бы мы ни разговаривали, я тебя несколько раз останавливал. Останавливал потому, что ты готов был погружаться все глубже и глубже. То есть это не какие-то базворды, которые просто написаны были. Ты за все готов был за каждый кубик на этой схеме пояснить. Вот. И последнее здесь в этом блоке, то, что я называю адаптивность. Мы с Артуром несколько раз меняли условия на ходу. Или в отвечании на твой вопрос, или просто то, что а вот там в автотеке так это работает, вот предположим так-то. Ты, соответственно, адаптировал к этому решению. То есть не отопил за то, что вот у меня было такое решение, и оно будет работать. Вот нет, мы учитываем новые обстоятельства и корректируем наш план в связи с этим. Вот. Из того, что улучшить. В общем, плюс про бизнес-контекст, он же и минус про бизнес-контекст. То есть у нас сложилось впечатление, что ты больше упор сделал именно на бизнес-блок, чем на связь его с техникой и погружение в эту сторону. Второе. Про... Ну и, соответственно, здесь же, наверное, подпункт этого тоже то, что нам немножко не хватило инженерной истории. То есть как это будет организовано с точки зрения каких-нибудь там обменов, ну или какой-то схемы более технической. От нее уже отстройки и организации, и всего остального. То, что местами ты уходил в глубокую детализацию, при этом рассуждая как стартап. То есть здесь вот как будто дуализм и не сделанный выбор. То есть с одной стороны детали с кучей метрик, попадаем со всех сторон. С другой стороны стартапы, а ладно, мы это позже решим. То есть как будто вот не сделан выбор. Нам с Артуром традиционно не понравились функциональные команды, мы за кросс-функциональные. Но здесь тоже скажу, что с другой стороны ты обосновал, почему так. Вот, это вопрос дискуссионный. Мы в реальной ситуации обычно здесь дожимаем до какого-то более конкретного решения. То есть почему функциональные или кросс-функциональные? Давай. Я, наверное, скажу про последнее, то, что ты ответил, что я пойду искать внутри авито недвижимости кого-то, ребят, и соберу, по сути, первый костяк команды. Мне это очень сильно понравилось, потому что она как раз позволяет тебе эту культуру собрать. Потому что, собирая новую команду, ты абсолютно не знаешь, как она интегрируется, какие там лидеры придут. Если ты возьмешь уже существующих ребят, то они помогут тебе перенести вот этот культурный код авито. Все равно у каждой компании своя специфика работы, и эти ребята тебе очень сильно помогут. Потому что и в целом мы с Игорем сколько раз команд создавали, мы их всегда создавали делением. Мы растим ее, делим пополам. Почковываем. Да, почковываем. Мы так и называем. Да, у нас самая первая фотография нашего деления, когда мы еще авто и недвижимость поделили с Игорем, и реально все команды идут именно таким почковаемым. Мне это безумно понравилось, и это прям зачет отдельный за это. Спасибо. Я от себя отдельно скажу, что, наверное, о чем хотелось чуть больше тоже поговорить, и на что я обратила внимание, как классный такой момент, что ты довольно много предлагал решений, когда ты сам делаешь дипдайв в какое-то направление. И, на мой взгляд, когда запускается что-то с нуля, это скорее плюс, нежели минус, да, когда ты можешь быть условно и играющим тренером, и кого-то под себя быстренько посадить, да, там потом выделить лидера, да, то есть некая такая гибкость и готовность быть играющим тренером. Тут важный момент такой, что скорее нам совокупно надо понять, по всему опыту, был ли в предыдущем каком-то периоде, когда все-таки это был не только, например, стартап, да, а возможность сейчас побыть играющим тренером, сделать дипдайв, а потом работать уже все-таки с более верхнеуровневыми историями, вот. Но это то, что я бы выделила как тоже дополнительный флаг, да. Здесь сейчас в этом кейсе конкретно это плюс. Просто нужно допроверить, сможешь ли ты потом шифтануться с точки зрения вот менеджерского такого калибра на принятие немножко на другом уровне вот этих решений. Ну, тут как раз история в том, что в текущем своем опыте у меня как раз скорее нет возможности и мотивации этот дипдайв сделать, поэтому мне как раз наоборот, с другой стороны, мне было бы интересно на какой-то период снова вот этот вот продуктовый дипдайв себе устроить, потому что такого именно вот продуктового опыта, как я в самом начале говорил про свой бэкграунд, мне не хватает. Ну да, и это как раз то, что мы тоже с ребятами обсудили, что было, сложилось очень четкое впечатление, что ты прям действительно погрузился. То есть бывает, что ребята очень поверхностно решают кейс там с точки зрения даже банально, знаешь, вот каких-то эмоций, да, таких базовых. Вот. У нас было очень приятное впечатление от того, как ты, сколько ресурсов своего ты потратил в это, и что это было для тебя действительно фокусе внимания. Да, вот мы почувствовали твою, ну, то, что задача кейса это позволить представить себя в этой роли, вот у меня сложилось впечатление, что ты представил себя полноценно в этой роли. Финально. Да. Мы не принимаем решения на основе только этой секции, ну, то есть поскольку, очевидно, я сказал, есть и плюсы, и минусы, мы бы смотрели здесь по совокупности. В реальной жизни. То есть, наверное, даже если бы минусов не было совсем, из-за того, что мы перечислили, все равно бы мы дали такой же ответ. Так что сейчас наша цель была именно выдать обратную связь в формате такой pros and cons. Ну, и главное, чтобы это было полезно тем, кто это все увидит. Да. И на будущее понимали, что из себя это все представляет. Да, да, и продемонстрирует процесс. Так что спасибо тебе, Андрей, большое, что дал нам такую возможность. Спасибо вам, что дали мне возможность такой интересный кейс порешать. Вот. Спасибо за обратную связь. Я думаю, что даже несмотря на всю, как это сказать, постановочность данного мероприятия, эта обратная связь, на самом деле, будет мне полезна и в ходе моей реальной работы, и моего реального карьерного развития тоже. Продолжение следует...